Доброго вечера, мы из Украины. Добрый вечер, Ярчик. Как у тебя дела? Приветствую. Все отлично, боремся. Анатолий у нас в наряде. Насколько я понимаю, Толяныч на работе. Ну, а Ярчик, скорее всего, сейчас подключится. Ну, а пока, в общем, звезда со звездой поговорит. Как тебе прошлый уикенд бокса? Какие поединки, скажем так, из двух вечеров бокса ты бы выделил как интересные? Ну, Шакур Стивенсон, Оскар Вальдес, это, в общем, как бы не надо кивать головой. Здесь и так понятно. Об этом мы поговорим гораздо глубже. Что ты еще смотрел? Смотрел на резки боя, на резки боя Джо, забываю все время, там Калум, Смит, у них куча братьев. Смит против Варгаса. Да, Джесси Варгаса. И, опять же, как мы говорили, снова еще одна такая аллегория боя. Шарик в гостях у Барбоса. Вот именно, мне тоже чем-то напомнило. Кто из них Шарик, кто Барбос, вопрос. Ну, то же самое, как будто залетели они так на одихитнерское представление. Начали по киселю мотаться, я же говорю, месить этот самый. Потом один просто не вывез, выдохся просто. Зашел дед и, короче, веником поразгонял все это дело и все. Сначала партизаны погнали немцев, потом немцы погнали партизанам, потом пришел летник и всех разогнал. Понравился мне бой. Перед боем смотрели? Нет, перед боем, значит, Шакур Стивенсон и Оскар Вальдес был бой Кишона Дэвиса. Да, я смотрел. Серебряный призор Олимпиады. И насколько вот я вижу четкую работу Теренса Кроупорда. Прям я в нем вижу второго Теренса Кроупорда пока не в плане развития, а в плане его тактики, в плане его ударов, вот все копия в копия, прям копия такая Теренса Кроупорда. Притом я вот смотрю, просто поменяй местами именно тело и все схоже с этим самым. И я же просматривал, там он прям с ним плотно и работает, Теренс Кроупорд держит лапы, дает советы там. И вот он его сейчас прям так максимально разрабатывает. Ну, я думаю, что, знаете, лучше быть первым самим собой, нежели вторым Теренсом Кроупорда. Хотя работа, по себе скажу, работа с чемпионом, работа с опытным и мастеровитым бойцом, конечно же, очень много дает. Кэти Сырано, ой, Тейлора Сырано не смотрели? Нет, не смотрю, женщина не смотрится. Да, я тоже, если честно, как бы не смотрел, поскольку там главный поединок начался практически одновременно с главным поединком андеркарта в вечере бокса Шакур Стивенсон-Скарвальдес. Я потом посмотрел. Ярослав, если будет желание, гляньте. Вот редко, когда увидишь женский мордоборчик. Когда Сырано была красавица, ее просто было не остановить. Тейлор, я считаю, что Тейлор вылезла на тоненько, настолько на тоненько, что, в общем, все разговоры там о поединке с каких-либо там, ну, о каком-либо поединке против вот этого Терекса, господи. Клариса Шиллс, это что, да? Да. Клариса Шиллс. Клариса Шиллс, да, Клариса Шиллс. В этом разговоре. Клариса Шиллс просто ее перекусит, перемелет и выглядит. Ну, и теперь давай к самому сладенькому. Оскар Вальдес с Шакур Стивенсом. В чем мы там говорили? Супер, да, супер бой. Ну, как бы он ни был не конкурентен, но бой прям мне понравился очень сильно. В плане построения его, как его построил Шакур Стивенсом. Очень круто, дистанционно. Ничего лишнего. Собрано максимально. Вот я же говорю, когда мы дойдем до боя всеми ненавистного Бива Ла Льварес, я все-таки тут подчеркну, действительно, это вес и это дистанция. Вот насколько эти факторы тоже являются непростыми в боксе. Ярик включается. Да, Ярик включается, да. Да, то есть, действительно, вот эти все вещи, насколько построил грамотно все Шакур Стивенсом. Ярослав, приветствую. Привет, привет. Насколько построил Шакур Стивенсом, построил дистанцию, построил, то есть, свой бой на таких компонентах. Я даже не знаю, что можно было бы посоветовать в данном случае Оскару Альдесу. Единственное, я понял, что они внесли коррективы, какие я имею в виду. Я вот ждал постоянно какой-то плана Б от супер-мастера-тренера первого номера сейчас Эдди Рейноса. И единственное, что внес корректив Эдди Рейноса, это правый прямой удар. Может, вы видели и на сближении. Он давал правый прямой и сближался правый в корпус на сближении. Вот этот удар немного проходил. Вот это единственное, что корректировка велась Вальдесом на протяжении боя. Я ожидал большего. Естественно, очень сложно к Шакуру Стивенсу подойти. Мастер, конечно, от большой буквы. Прям, ну, но тем не менее, я все-таки склонен к тому, что планов на бой против Шакура Стивенсона изначально нужно было строить больше. И тактика на бой, я не понимал, с какой тактикой вообще выходил Оскар Вальдес. Много простаивать в центре ринга за блоком и просто ощупал его Шакур, набирая очки. Я не знаю. Единственное, что могу выделить плюс по Вальдесу, единственный, это его обуховитость. То, что как бы лицо у него не краснело, при том, что все-таки, я думаю, что он ощущал удары Шакура Стивенсона. Но, тем не менее, он, да, нашел какой-то, там, один-два раунда, можно сказать, выиграл. Где-то этот самый, не сдался, не сник, пытался искать свои козыри. У него не получилось. Ну, как духовитость, это молодец. Все остальное, ну, не сказать, что плохо. Наверное, Шакур идеально. Я не могу сказать, что Вальдес чем-то разочаровал. Я и не ставил на него. Просто я не пойму, почему не было плана Б в каком-то там сфере. Потому что нужно было к этому бою бросать все резервы. Ну, я варьирую твое, там, про план Б. Боксеры имеют, выходя в ринг, план А, план Б, план С. Только после первого удара эти планы куда-то вдеваются. Ярчику, витаю тебе. У тебя все в порядке, все доброе? Доброго вечера. Да, так, как в Украине, так, как на заходе Украины, так, как в Закарпаттии. Так что все доброе. Скажи мне, пожалуйста, ты какие-то двои бои, окрім Оскара Вальди, Шакур Стивенсона, дивился? А, нет. Ну, тогда не ма сенсу разговаривать про них. Давай тогда про Шакура Стивенсона и Оскара Вальди. А я отключаюсь. Что там можно сказать про Шакура Стивенсона и Оскара Вальдеса? Після первого раунду я тесті одразу вже відправив поведомлення. Надеюсь, ты ставил на Вальдеса свои гроші. Там уже після первого раунду было видно, что пахнет для Вальдеса не то, что смаленым, а уже смаленым, обгорелым, таким гарью, такою чадью. Потому что уже на первом раунде, когда Вальдесом начало заносить, когда Шакур Стивенсон без особливых затрат мог Вальдеса просто-напросто провалювати. И мне кажется, что эта категория не Шакура Стивенсона, он уже вырос из этой категории, и эта категория не Оскара Вальдеса, потому что он не дорез до этой категории. Такое выражение, что билися два різных боксера двух разных категорий, и это было очень сильно заметно. Что могу сказать по поединку? Шакур Стивенсон красен. Тобто я мав таку надію, можно сказать, мав такие сумніви, что сделает Шакур Стивенсон, когда Оскар Вальдес затягнет его в глубокую воду. Тобто наблизи, когда будет такая мужицкая бийка. То есть, когда будет обмен ударов, когда будет что-то за лихватки. Шакур Стивенсон показал, что такого не будет, потому что он просто-напросто не позволил себе втягнуть в эту бийку. Он показал, что в ринзе сегодня будет бокс, а не драка после бара. И все очень грамотно делал, разбиваясь на дистанции. Вальдес, Вальдес делал все, что мог. Как в том анекдоте, ну я старался, ну не смогла я. Ну и все, там, не маю, что просто поаплодовать Вальдесу за то, что он на своих двух пішел. Но, с другой стороны, там и не было каких-то передумов до того, чтобы нокаут был, або что, такий щадящий декласс. То есть, это не было гвалтувание. Это был такой секс после работы, когда уже не было настрою. Это что-то подобное было. Но супружеский долг, можно так сказать. Шакур Стивенссон сделал свой шлюбный обвязок перед Оскаром Вальдесом. Да, если вас насилуют, то вы не можете сопротивляться и убежать. В общем, расслабьтесь и старайтесь получить удовольствие. Да, вот это что-то такое было. Если вы помните, в конце прошлой программы я сказал, что помните меня, это будет самый легкий бой для Шакура Стивенсона. И так оно, в принципе, и оказалось. Здесь и ты прав, и Ярчик до этого говорил, что Шакур Стивенсону надо подниматься в легкий вес. Оскар Вальдес, скажем так, не знаю, стоит ли ему опускаться. Но мелковато он, конечно же, выглядел. А по поводу плана А, Б, С. Да не было там, ну не мог реализовать. То есть, план единственный мог подарить Шакур Стивенсон Вальдесу. Это остановиться, опустить руки и вытянуть подбородок вперед. Вот тогда, в общем, у Вальдеса был бы шанс. А так, в общем, против техничного, против Рубаки, Вальдес был красава. А против техничного, грамотного бойца, как ты, Ярослав сказал, говорит, будущего Флойдом и Везером. Вот. Шансов просто нет. Теперь, вот, Ярчик, ты и Ярослав говорил тоже об этом, что Шакур Стивенсон слишком большой для этого веса. Ярик заметил, Ярослав заметил, что он гоняет и гоняет очень много. И вот ты, Ярчик, говорил, что надо подниматься в легкий вес. А вот скажите, по вашему мнению, имеет ли смысл вот сейчас подниматься в легкий вес Шакуру Стивенсона? Ярчик, давай ты. Я просто-напросто не бачу сенсу залишатися Шакуру Стивенсону у цьей ваговій категории. Хіба просто-напросто стати абсолютным. А, например, на категорию выше, там, как-то-напросто имена краще. Ну, я бы подивился на то же Стивенсона, хотя его не введут на зірок одразу же. Знаете, ему варто подниматься, но можно спробовать стать абсолютным в этой ваговой категории, потому что, мне кажется, стать абсолютным ему тут не имеет никаких серьезных проблем. Ярослав. Я напротив. Я согласен абсолютно с Ярославом. Я считаю просто этим боем, что Шакур Стивенсон поднял такую высокую планку, ну, своего бокса, и что действительно в этой категории бить кого? У Орентона, пробитого Ларой? Ну, в смысле, искать, что кто-то еще тут станет. Будем объективны. В этой категории конкурентов ему нет. Драться за абсолюта, ждать, пока кто-то возьмет пояс ВБО достойный и ЭБФ проведет в Орентон защиту, а не дай бог еще Ларе проиграют, биться за эти пояса смешные. Ну, условно говоря, так и есть. Касаемо перехода в легкий вес, считаю, что можно переходить и не спешить с подписанием контракта со звездами. Есть, опять же, вход. Вот мы общались с Яриком выйти того же, деклассировать Заура Абдулаева. Второй поединок с Исааком Крузом. Вот, почему нет? И максимально там оберегают Райана Гарсию. То есть я, вот, если честно, я жду не дождусь, когда Райан Гарсия подерется с четверкой. Хоть с одним каким-то, рядом с настоящим, даже с Исааком Крузом. Хотя бы. Вот реально. Поэтому, я же говорю снова итог. Для меня Шаку Стивенсен двумя поединками с Оскаром Вальдесом и с Хюрингом прям тотальным доминированием. При том, что будем объективны, Оскар Вальдес и Хюринг это самые сильные соперники в этом весе. Все остальные, Рорингтон себя скомпрометировал боем с Ларой и с ничьей там случайной, не случайной с этой бровей. Поэтому здесь оставаться в этом весе брать абсолютно с кем, зачем. Ну, прям очень круто он все провел и я думаю, оставать незачем. Я не думаю, что его будет критиковать максимально, если он бьется хотя бы два боя, это год. В принципе, топ дерется два года в год и за этот год очень сильно, я думаю, что более-менее все станет понятно в легком весе и на кого нацелиться Шакур, все будет ясно. Вот мой друг. Дивись, Теска, я так само думал, как и ты, аргументую, чему я теперь изменил свою позицию, причем на ходу перевзувся, я могу стати прям политиком, иду в партию Ляшка. Вот, и справа в том, что очень тонкий люд. Ты знаешь, что в партию Ляшка, чтобы вступить, это нужно, чтобы там, Борис, ты не то робишь. Ну, я понял, что лучше в говно вступить, чем в эту партию. Ладненько, давай. Я просто перше, что мерзкое згадал, ты и вымывал. Справа в том, что у легких вегови категорії как раз теперь Шакур Стиренссон не сделает нормальных денег, потому что никто его сразу же и с зерками не заведет, а разумеется в данный момент на каких-то другорядных соперников не мает сенсу. Я думаю, можно еще провести два поединка какие-то объединенные в течение категории, в которых он есть, и потом потихоньку вирваться легко. Он еще молодой, костяк и еще можно сказать не бознай как крепший, то есть в него время есть, время на користь Шакура Стивенсона. Я скажу вам следующее, ну давайте в общем посчитаем глубоко уважаемые караты. Камбосос, Хейни, Джервонта, Дэвис, Ромеро, Ломаченко, в принципе, если Шакур Стивенсон поднимется в легкий вес, то он может с Ломаченко подраться, хотя Ломаченко, я думаю, сейчас не будет рисковать, он будет тупо сидеть ждать, когда ему обломятся обязательные проведения боя за титул чемпиона мира по версии WBO, где он является основным претендентом. И то есть становиться в очередь, конечно же, можно стать в очередь, пробоксировать с Крусом, пробоксировать с Бариусом, еще с кем-то, но мне кажется, что здесь Шакур Стивенсон должен взять просто банальную паузу, и дождаться момента, когда его цена повысится до того уровня, чтобы зарабатывать не полтора, не два миллиона, а уже вести разговор о пяти-шести миллионах. А для этого он должен стать абсолютным. Смотрите, какая тенденция пошла, уже стало трендом завоевать четыре пояса и подняться на категорию выше. то есть сейчас опять же заходить, проводить поединки не китульные, не чемпионские, мне кажется, Шакуру Стивенсону не имеет смысла. Гораздо проще собрать. Бо Парум ему может это сделать. Здесь прайс, скажем так, услуг чемпионов недорогой. Бо Парум может как бы попросить Эдика Хирна поступиться в его интересах, интересами того же самого Орингтона. Орингтон Бо Парум где-то поступится интересами в другом дешевте. Но Шакуру Стивенсону, даже Шакуру Стивенсону, если станет владельцем четырех титулов, то уже входить в легкий вес. Помните, как Теренс Кроупорт стал чемпионом в первом полусреднем весе, обладателем всех четырех титулов, и его гонорары, когда он поднялся в Элтервейт, во второй полусредний вес, значительно возросли, как оказалось. Поэтому не имеет смысла сейчас торопить коней, гнать в легкий вес. Имеет смысл до конца года собрать хотя бы стать абсолютом или собрать максимальные все четыре пояса и тогда уже сказать я все здесь делал и я перехожу. Саме так я щойно и подумал, это хотел сказать, просто мне не встачало экспертности и седобород и мудростей в какой шоке. Он видите, подстриженный седобород и мне такой, знаешь, мастер, который меня сегодня делал бород, она сделала, говорит, я не знаю, она первый раз делала бород, говорит, что у меня получилось, я говорю, или весло, или бобровый хвост. Но что-то получилось. По крайней мере аккуратно. Поэтому кто будет решать, Шакур Стивенсон, что будет рекомендовать ему по Буаруму, мне кажется, по Буаруму ни хреново было бы получить то, что он хочет, Сломаченко у него не получилось, это вот чемпионок, который бы завоевал все четыре титула. Шакур Стивенсон может это сделать легко. По крайней мере, это будет... в этой категории Шакура Стивенсона, чтобы Шакура Стивенсона победить. Ярослав, давай. Я уже говорил в той передаче, вы смеялись надо мной, что, да, кстати, Ярослав говорит, как в Порнохабе делал замечание скрестить Маргарита с Саулем Альваресом, умение Маргарита прессинговать, выкидывать удары средней тяжести, а Саулем Альварес резать углы. Я так хочу сказать, мне кажется, стили делают бой, каждый соперник неудобный, и вот я просто предполагал, кому из легкого веса сложнее всего будет самый тяжелый бой будет у именно Шакура Стивенсона. Все же, мне кажется, это Ломаченко и это именно Лопес. Как раз не Камбасос, не Хейн, а именно Лопес. Ты уже действительно перешел в Порнохаб, Камбасос. Да. Камбосос. Камбосос, Камбосос, прошу прощения, да. А Лопес, почему? Потому что Лопес с ударом, он опасен. Ярослав, тормози. Теофима Лопес уже в 63,5. Ну да, 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 конечно. Камбосос дерется с Хейни, Джервонто Дэвис дерется с Ромеро. Но единственное, кто остается, более-менее, это Ломаченко. Ну, кто там еще в легком весе? Не, я не о том, кто может драться, а о шансах. Вот именно. Я согласен, что их ловить нет смысла. Я говорю, кому бы, с кем бы сложнее всего, как на мой взгляд, было бы... Если ты ушел от ответа, причем мягко так вот соскользнув в сторону, знаете, другой лыжни, что нужно сделать, вот ты выходишь в рим против Шакура Стивенсона. И не надо скрещивать Канелло, знаете, с Маргаритова, это в ВВСекция, знаете, невозможно. Что бы я делал, да? Да. Или ты тренер и Ярчик, вот ты тренер Ярчика, и ты должен сказать, Ярчик, ты должен делать то-то и то-то, что... Тут вопрос же, какими умениями ты обладаешь. Если ты обладаешь умениями Василя Ломаченко, то в принципе можно ничего и не советовать. Ну, я вот так понимаю. А если у тебя в руках есть топор, то у тебя какие-то 100% шансы. А если строить бокс, то я бы брал бы давление. Однозначно давление, резать углы и пытаться замыкать. Ну, хорошо бы, вот если бы попался боксер больше, чем он. Вот такой выносливый, типа носорог. Я думаю, вот с САА конкурсом может что-то было бы интересно. Я надеюсь, что не стал бы его Шакур Сивенсен как Матадор именно проваливать, потому что тут по углам бы метался. Были там черепашки-ниндзя, был там такой Рокстеди, он такой с носорогом бегал, упирался, потом в этот самый. То здесь, что нужно бы делать было против Шакура, запирать его, бить удары вблизи однозначно. Я не помню ни разу, как кто с Шакуром все-таки все выбирают стиль дистанционный. Хьорин дистанционен, на ногах такой вросшийся. Я вот, на мою бытность, я не помню, сбивать его к этому самому. Это сложно крайне, но Шакур суперкрутой боец. Но я имею в виду, сложно было бы, сложно это все реализовать, но что нужно делать, я уже сказал. Значит, смотри, учись, Ярчик, ты должен подкупить двоих друзей, дать им горелки, чтобы они поломали Шакуру Стивенкову на ногу. Таким чином он будет статичным. Третьего друга ты позволяешь ударить его трубой по голове. И у тебя есть все шансы его перемогти. Но это криминал. Хорошо, Ярчик, ты тренер Ярослава, что ты ему посоветуешь? Займаться тем, чем он занимается в МЧС, он будет красавчиком. И не выходить в ринг против Шакура. Мы говорим про отдельный совет. Мне теперь проблема как бы затащить Шакура Стивенсона с сумой, поджечь дом, чтобы дом обрушился и Ярослав его спасет. Да, и потом Шакур будет и програет. Бежит с спасать пустые стены. Дивися, мне кажется, что для того, чтобы увидеть слабкие места Шакура Стивенсона, нужно боксера банье. Ну, не знаю. Ходят міфи про цих метисів, мулатів и негрів, что там у них не слабкие, а великі места. Так что тут не факт. Хиба в холодную баню, если есть такая. Справа в чом? Справа в том, что треба, чтобы был какой-то боксер, который как ту консерву расконсервировал на первом месте Шакура Стивенсона. Пока что такой боксер не нашелся. Теоретично это может быть кто-то типа с стилем Джервонте Девиса. То есть прессинг, обрезание кутов и физика. То есть его просто-напросто нужно глушить, чернеть, нарушать правила, но глушить. Вплоть до того, что на ноги ему наступать, колено подбивать, как это любил Володько Кличко, он классно колено нагружал. Что-то нужно с Шакуром Стивенсоном сделать, чтобы его просто-напросто сбить с этого света. Мне так здаётся, потому что технично этого чувака переграти ну еще еще один момент, я прошу прощения, что переграли, я закончил. Я увидел, что Шакур Стивенсона пропускает правый прямой удар и уходит по прямой назад, без смещения. то есть если Мэйвезер уходил назад, он пытался еще отбивать немного корпус. Шакур просто отбивает и видели у Оскара Вальдеса проходил правый удар. Единственное, конечно, минус, что Вальдес в конечностях, ну в смысле не сильно длинен, что просто Шакур его не почувствовал. Ну и в силу своего имения быстро все это делать, а на самом деле прямой удар бравый проходил у Вальдеса. Ну той же Джервонта за такое я думаю его очень сильно покарал. что если против Джервонта по прямой и идти, то ты просто прямо в горизонтальное положение повертаешься и все. Шакур здесь Шакур вот при такой защите здесь нужно два удара. А Вальдес слишком загружался на один удар и просто не мог ни подшагнуть, ничего сделать для того, чтобы нанести второй удар. И вот получилось, что какой-то не хватало ему. Всегда как в атаке хороши два удара. Хорошо еще повторить там допустим правой, левой, правой, либо правой, левой, левой. Но для этого нужно иметь ноги под собой и не бросаться вперед. Как это делал Вальдес. Вальдес мне кажется он просто желал зацепить просто на удачу кинуться вперед, зацепить, как-то подхватить. Ну а удары по корпусу у него были чисто символические. Поскольку я думаю если там хорошо ударить по корпусу то печень закачать нельзя, селезенку закачать нельзя. Просто нужно хорошо попасть. Для этого нужно быть сбалансированным либо прыгать вперед понимая что одним ударом ты реально ребра поломаешь либо нагрузишь. А так Оскар Вальдес вы правы и Оскар Вальдес сделал все что мог. Увы этого явно не хватило. Причем уже начиная с третьего раунда было понятно как бой закончится. Ну а как вам вот этот перформанс перформанс перформер вот эта хрень которую Шакур Стивенсон закатил в конце двенадцатого раунда. Классно. Я люблю такие хрни честно. Просто у меня Вальдес так ну думайте ну ладно ну ты меня избил но так опустить меня ниже Плинтуса зачем зачем я люблю такие закинчения ци перформанс это очень хорошо например когда Усик с Гасиевым и уже в конце двенадцатого раунда почав показывать эти все штучки Мохаммеда Алли это хорошо да начали свистеть но это мне понравилось потому что тут Шакур Стивенсон показал что все можно так сказать вишенька на торт покладено а теперь маэстро ждет оплески отклониться и все Бокс как бизнес очень крут в том что кто-то является стороной света а кто-то стороной скажем так тьмы вот поэтому Мэйвезер когда дрался с Покеа говорит мне выгодно многие приходят болеть против меня и мне выгодно это то есть люди приходят не столько увидеть мой талант сколько увидеть когда я проиграю Мигелю Кота и прочим прочим поэтому как я считаю что действительно Шакур заносчик видно самовлюблен и конечно максимально завышен в плане самооценки и прочее тут оно прослеживается вообще безусловно чтобы я бы ему пожаловал вопрос по перформансу я считаю что это продается сейчас и на это есть спрос то есть скажет станет он на сторону скажем зла будут его освистывать но тем не менее хуже этого он не станет Майвезер всегда был максимально сфокусирован в ринге насколько мы поняли и не поддавался никаким эмоциям я бы желал Шакур хорошей компании вот я понимаю насколько еще в боксерском таком истеблишменте имеет место быть компания я имею ввиду связанное с алкоголем вспоминаю компанию дай бог чтобы Жирвонте Дэвис не влез с товарища Истера и товарища Бронера как они как дурачки там хикали с наркоманией сидели я же говорю и в таких непотребствах участвовали я надеюсь что такой товарищ как Теренс Кроуфорд оградит если максимально будет прислушиваться к нему Шакур Стивенсен и вот я уже поспешу тебя как бы огорчить Шакур Стивенсен был замечен в четырех по крайней мере то что я помню драках где он был инициатором драк где он даже избивал девушку и ногами избивал лежащего мужчину они наехали с товарищем на девушку парень ответил ну и они просто замесили один девушку второй парня а потом поменялись местами так что ну и Шакур Стивенсен та драка в которую он влез когда на пресс-конференцию начала ломиться его родня и он поднялся там начал там я-я-я я чемпион звезду обидели там няшку огорчили вот меня вот это вот напрягает что ты привел примеры бойцов которые были талантичими но и зашли на зеро на ноль благодаря своему тщеславию хамявитости и неумению в общем как бы быть человеком просто человеком я очень боюсь чтобы Шакур Стивенсен Шакур Стивенсен не вот оказался под влиянием этого потому что пока ему удается решать все все свои конфликты полюбовно выплачивая пострадавшим денежки но когда-то это закончится произойдет что-то в общем ай-яй-яй не дай бог кто-то упадет ударится затылком кровоизлияние клиническая смерть потом биологическая смерть и все твой дом тюрьма а здесь уже в общем как бы не откупися даже 500 тысяч долларов и 5 миллионов уже не хватит поэтому будем смотреть на Шакура Стивенсена очень интересно было бы узнать кто у него будет следующий соперник я соглашусь Ярослав с тобой что в общем Круз был бы идеальный соперник поскольку и в полутяжелом и первом легком и в легком весе Круз в общем красавчик и он станет действительно длиннорукий серийно бьющий бьющий достаточно сильно и умеющий вцепиться как бультерьер вот это было бы очень интересно посмотреть но я думаю что нам предстоит увидеть 3-4 мисс матча чтобы в общем как бы возвеличить Шакура Стивенсена до обладания всеми четырьмя поясами по крайней мере мне кажется Бобу Бобуаруму это выгодно вот а что выгодно Бобуаруму то в общем выгодно как говорится все ну а это у нас время время что называется покажет следующий в среду нам нам предстоит очень много работы поскольку будет будем обсуждать поединок любимчика Ярослава Дмитрия Бивола и ненавистного Ярославу Канело вот ты кончай бухать за победу Канело запьешься кстати хотел добавить по поводу дисциплины мне очень понравится как себя ведет Хейни очень профессионал даже не Ломаченко даже Лопес и не обсуждается с батей там они конечно на шуруппеле а Хейни очень дисциплинирован ну слушай здесь или ты или ты в конце концов скачешься на какашки либо в общем ты будешь держать себя в руках Хейни тоже кстати парень довольно таки самолюбивый и самомнительный и когда его задевают он тоже там махает руками только все этим и ограничивается в общем помахать все они нарциссы конченые что бы мы будем сейчас все они с таким раздутым мегой как презерватив на балконе это чемпионский уровень ну посмотрим нам интересно будет что опять же у Шакура Стивенсона следующий соперник и действительно не выйдет ли дешевто там мысли материализуются так что мы будем думать о поединке Шакура Стивенсона в принципе вы правы ребята что там знаете толочь воду в ступе если это мисс матч и мисс матч иногда очень сложно продать вот хотя в общем Бобуару ему это удается будет будет ли скажем так шаг вперед ну покажет время мы по крайней мере обсудили и те и те варианты вот следующие следующие в следующую среду в эту среду мы встречаемся по поводу наступающего уикенда там Канело Бивол там довольно-таки плотные андеркарты так что так что будет о чем поговорить и встречаемся тогда в среду в 21.00 при условии что в общем как бы если мы будем оставаться на месте сейчас у меня получилось в среду может не быть но все равно то есть я могу сбросить информацию в 6 часов за что прошу прощения иногда в общем ты понимаешь что ты придешь скажем так домой и будет у тебя возможность встретиться с вами только где-то в часов 6 а иногда и 7 но мы в общем как бы настраиваемся что в 21.00 мы в среду встречаемся и у нас будет Толяныч и Анатолий тоже к нам присоединятся за 7 разрешите откланяться пожелать вам здоровья мирного неба спокойной ночи в прямом смысле этого слова и все будет Украина пока ребят будь то здоровье что это тюрьм не м в в о в в в в в в Субтитры сделал DimaTorzok